МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С вами программа подробно на телеканале 24КЗ. Здравствуйте. Соединенные Штаты Америки и Куба заявили о начале нормализации отношений и намерении восстановить дипломатические связи, которые были прерваны еще в 1961 году. Президент США Барак Обама также призвал Конгресс отменить более чем полувековое эмбарго против Кубы, введенное после прихода к власти на острове коммунистической партии. Белый дом официально выступил с редким в американской политике признанием собственных неудач, констатировав, что введенное в начале 60-х кубинское эмбарго не дало штатам никаких выгод и не помогло им продвигать свои интересы. Что побудило американские власти, по сути, признать ошибочность своих действий в отношении острова свободы, а также об истории взаимоотношений США и Кубы, в сегодняшнем выпуске программы подробно. До революции 1959 года вся экономика Кубы была тесно связана с бизнес-элитой своего материкового соседа. Американские фирмы контролировали более 2-3 предприятий острова, в том числе до 90% горнодобывающей промышленности, электрической отрасли и половину посевов сахарного тростника. За 7 предреволюционных лет американские компании вывезли из страны 800 миллионов долларов прибыли. Страна превратилась в импортера важнейших для США продовольственных, потребительских и сырьевых товаров. Куба была связана с Соединенными Штатами тесными узами военно-политического сотрудничества. На территории острова еще с 1903 года находится, продолжая действовать до сих пор, морская база США Гуантанамо. Америка оказывала огромное влияние на Кубу в области средств информации, просвещения, идеологии и культуры. Серьез даже рассматривался вопрос о придании острову свободы особого статуса американского штата с максимальной автономией. Все изменилось в один момент. Ухудшение отношений между странами началось сразу же после прихода к власти на Кубе правительства Фиделя Кастро. Революционеры экспроприировали частные землевладения, сахарные заводы, телефонные и электрические компании, принадлежавшие американцам. Наиболее болезненным ударом для американцев стало решение новых кубинских властей национализировать филиалы банков США. Все предложения со стороны Америки об урегулировании имущественных отношений были отвергнуты лично Фиделем Кастро. Ответным шагом стало прекращение поставок нефти на остров и полный отказ от закупок кубинского сахара. 2 января 1961 года США разорвали дипломатические отношения с Кубой. В апреле того же года Соединенные Штаты поддержали высадку отрядов полторы тысячи вооруженных кубинских оппозиционеров в заливе свиней. Акция потерпела полную неудачу. Отряд был разгромлен. Высшей точкой напряженности в Кубино-американских отношениях стал Карибский кризис, когда на Кубе были размещены советские ракеты с ядерными боеголовками, нацеленными на США. Все страны Латинской Америки, кроме Мексики, по настоянию Соединенных Штатов разорвали дипломатические и экономические отношения с властями Острова Свободы. В Белом доме всерьез рассматривалась возможность прямой интервенции на Кубу американских вооруженных сил. Первые признаки оттепели стали проявляться в 90-х годах прошлого века. Были ослаблены ограничения для поездок американцев на Кубу и кубинцев США. Иммигрантам было разрешено посещать родину. На Остров Свободы стали активно наведываться законодатели и общественные деятели из США. Ну а когда Фидель Кастро осудил теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне, Белый дом перестал видеть в Кубе врага. Во время президентства Джорджа Буша-младшего, несмотря на сохранившуюся эмбарго, Конгресс США добился разрешения поставлять на Кубу сельхозпродукцию. А 10 декабря 2013 года кубинский руководитель Рауль Кастро лично встретился на похоронах Нельсона Манделлы в ЮАР с президентом США Бараком Обамой, и тот пожал ему руку. Это стало первым случаем со времени Кубинской революции 59-го года, когда лидеры двух стран встретились с глазу на глаз. Оставалось только закрепить восстановление отношений документально, что сейчас и произошло. Между тем ряд членов Конгресса выступили с резким осуждением инициативы президента США Барака Обамы по налаживанию отношений с Кубой. Представители Республиканской партии считают, что своими действиями Белый дом поддерживает жестокое поведение кубинского правительства, и что новые инициативы официального Вашингтона – это лишь продолжение долгой линии бессмысленных уступок диктаторам. На сегодня все. Напомню, что все выпуски вы можете посмотреть и обсудить с нами в аккаунтах подробно в популярных социальных сетях. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин